На экспозиции представлены редчайшие рукописи библиотечного фонда. Первые экземпляры книг, когда-то запрещенных цензурой. К примеру, путешествие из Петербурга в Москву Радищева. Романы с автографами ученых Бартольда и Зуева. Книги большого формата и книги-малютки, которые умещаются на ладони. К ним, кстати, прилагается специальная лупа для чтения. Редкие книги, в частности, появляются в библиотеке или приобретаются в киневистических магазинах. Основной фонд был приобретен из библиотек Советского Союза. Это библиотеки Москвы и Ленинграда. Часть книг, конечно, дарится читателями нашими, учеными, специалистами. В сокровищнице рукописи находится более 110 тысяч книг. На выставке представлена лишь малая часть. Самые ценные и хрупкие экземпляры, в том числе письмо Блайхана сибирскому генералу Шпрингеру, сейчас переводится в цифровой формат. И уже скоро ознакомиться с электронными версиями раритетов можно будет на официальном сайте научной библиотеки ГЛМ Ордасы. В основном мы сейчас начали сканировать фонд рукописи и редкий фонд, именно историю Казахстана и древние книги. Многие из экспонатов имеют международное значение. К примеру, самая большая книга библиотечного фонда весом в 22 килограмма, выпущенная 157 лет назад, описывает коронацию российского императора Александра II. Их было всего 200 экземпляров. Или вот эта романтическая рыцарская поэма. Это самый древний экземпляр Библиотека.